Нашел все-таки время, чтобы сменить линейный преобразователь вот в этом автомобиле. Сейчас мы с вами это все проделаем, потому что там стоит мистер, так я его называю, фирмой мистери. Он там уже один канал сгорел. Сейчас мы посмотрим, как этот будет работать в китайских аналогах. Зачищаем вот эти проводки. Жаль, что здесь крепления никакого нет. Придется жгутиком его приклеить. Уровни я пока оставлю вот так вот посерединке. А потом уже настраивать будем, когда все подключим. Сейчас же вот я открутил старый преобразователь. Отсоединил от одной колоночки. Вот этот штекерок, сейчас мы его разбираем, он на защелочках. Перекручиваем одну сторону, а со второй стороны идут провода со второй колонки. И подсоединяем уже к новому преобразователю. Выглядит вот так вот. Вытаскиваем, тоненько отверточку вставляем, чтобы маму вытащить оттуда. Только не перепутан, плюс-минус потом. Лучше сфоткать цвета. С полосочками приматываем к синему проводку. Это у нас минус. Второй провод изолируем. Вставляем другой конец в колонку. И подсоединяем наш РЦА к усилку. И проверяем. Не забываем громкость в манитоле сделать по минимуму. Выглядит это пока вот так вот. Эстетика будем заниматься позже, когда все отрегулируем. Сабик заиграл, это уже хорошо. Значит у нас работа в темпах. Теперь осталось отрегулировать. Все, я убрал тут положено. Продолжение следует.